Сейчас мы будем разговаривать с лицами безгражданства, которые долго содержатся в субсигах. Представьте, пожалуйста. Григорий. Вот, Григорий. Вы иностранный гражданин? Нет. Нет. У вас есть родственники за рубежом, куда вас собираются депортировать? Нет, никого. А в связи с чем вас депортируют? В связи... Распоряжение Минюста, да? Да, да. Распоряжение Минюста о нежелательности проживания. Да. Так, в России у вас есть родственники? Да, жена, дети. Правда, не в России. Хорошо. С какого времени вы здесь находитесь? С 11 февраля. С 16-го года? С 16-го года, да. Вы довольны условиями содержания? Вообще не доволен. В связи с чем? В связи с тем, что питание здесь, во-первых, не то. Второе. Отношения, второе. И третье, что вот за решеткой сидим. Ну, видно, что решетки. Понятно. Спасибо большое. Вот сейчас давайте переключимся к другому. Как вас зовут? Степан Сергеевич. Степан Сергеевич. Так, вы иностранный гражданин? Нет. Нет. То есть лицо без гражданства, да? Да. У вас... Когда вы прибыли в Россию? В Россию прибыл 11 лет назад. Ой, 20 лет назад. Ну, сколько вам было лет? 11 лет. Документов никогда не было? Нет. Там, куда вас собираются депортировать, есть родственники? Нет. Вообще никого. А в России? Все. И мать, и жена, ну, и сожительницы. А они граждане России? Да. Понятно. Так. Ну, у вас тоже распоряжение Минюста. Минюста, да. Как я понимаю... Так, с какого времени так? Вы довольны условиями содержания? Нет. Не тем, что и питание здесь, и обращение, ну, как это... И как в тюрьме содержимся. Даже хуже, можно сказать. Ходим на прогулку по времени, камеры закрываются, нас здесь закрывают, нас здесь ущемляют. Вообще те же вчера. В общем, как в тюрьме. Даже в тюрьме, по-моему, личными средствами можно пользоваться, а здесь нет. А здесь нет. Вот у меня личные средства здесь лежат, и я не могу ими воспользоваться. Потому что они сказали, что, ну, не могут они нам выдавать и, ну, как, магазином отоваривать. Я просил даже в магазин сходить, они заявление писал, все, отказались, все, вообще не отоваривают, ничего. Вообще, никак вообще. Как здесь жить, я даже не знаю, что делать. Все понятно. И это еще далеко не все. Тут, как минимум, человек 15-20 содержатся лиц безгражданства, которых некуда депортировать, ну, и здесь им тоже жить нельзя. Что-то нужно с этим делать. Что-то нужно с этим делать. Продолжение следует...